всем привет привет всем отличной среды сегодня мы тоже посмотрим с вами короткий расклад как и в понедельник на тему от каких радостей вы сейчас отказываетесь посмотрим от чего для чего почему вот эти все вопросы потому что мы иногда и отказываемся и от чего-то позитивного так я не включила вспышку надеюсь видно будет не так темно но посмотрим так позиции выбирайте кто хочет подписаться на мой телеграм-канал ссылка есть под этим роликом по ссылке мои услуги либо переходите в раздел сообщества на главной странице канала и вот и в последнем анонсе там внизу есть ссылка на телеграм можете мне написать это мой личный телеграм я вам дам ссылку на телеграм-канал если ну сложно как-то искать так ну а мы с вами приступим итак позиция номер один голубенькие камешки а здесь вообще ничего не вижу чё там видно не видно размеры ладно смотрим от каких радости вы сейчас отказываетесь от какого-то дальнейшего движения от планирования от земных каких-то наслаждений удовольствий как-то от каких-то благ финансовых может быть отказываетесь опять же таки да отказ это не всегда напрямую да то есть не нужно воспринимать буквально в контексте того что вот мне дают деньги я от них отказываюсь хотя такая тоже может быть нет а отказ это в контексте того что я отказываюсь делать что-то в том направлении да либо как-то развиваться либо я не знаю больше зарабатывать ну то есть пока возможно мне не нужно не знаю сейчас причину посмотрим но энергия здесь такая либо от каких-то стабильности еще от каких радости вы отказываетесь от какой-то каждодневные суеты и здесь можно предположить что вы отказываетесь от радости какого-то движения знаете когда есть допустим предвкушение какого-то праздника предвкушение чего-то такого позитивного и присутствует вот это вот движуха то есть она не всегда продуктивное иногда это вот просто действительно создание бурные деятельности и суеты но вот в этом возможно есть какая-то ваша энергетическая наполненность до то есть от этого вы тоже можете отказываться также как и от того чтобы сделать какой-то выбор до чтобы уже определиться чтобы уже устаканиться чтобы уже что-то для себя прояснить и в этом тоже есть какая-то радость потому что радость это солнце в солнце всегда все ясно понятно предельно честно искренне вот вот вы от этого тоже можете отказываться сейчас еще от каких радостей вы отказываетесь от девятки педагли от какой-то стабильности вот знаете здесь как будто бы предлагается вам лучшее что ли жизнь будущего лучший вариант будущего но вы от него отказываетесь опять же таки здесь знаете еще какая такая энергия идет что я отказываюсь от этого как будто вот я не знаю осознанно себя ограничиваю либо лишаю во имя чего-то другого то есть для кого-то может быть да безусловно прекрасная вот такая вот комбинация карта когда вот все хорошо все стабильно да и деньги есть и планы и сделки и все что душе угодно материальном плане но возможно здесь идет отказ потому что либо что-то другое вы ожидаете либо что-то другое вашей душе нужно ну давайте мы посмотрим да то есть почему почему вы отказываетесь от этих земных благостей почему потому что вы видите в этом какую-то иллюзорность да в этом есть в чем-то некая такая утопия то есть этого для вас как будто бы не имеет ценности на данном этапе возможно да это не всегда что это так но возможно на данном этапе еще почему вы от этого отказываетесь потому что вы хотите каких-то других иных перемен каких перемен вы здесь хотите вы пока не знаете вы ожидаете да то есть здесь как будто надо повременить то есть либо вы ожидаете каких-то результатов того что вы уже ранее сели и вот вы ждете то есть допустим вам предлагают что-то а вы говорите но это знаете как некая такая сделка да даю я тебе 1000 рублей до сейчас либо 5 но надо подождать там год-два вы вы как будто бы выбираете вот подождать но при этом я получу там 5000 до в 5 раз больше чем сейчас то есть у меня есть терпение я получу то что мне нужно вот именно то что будет для меня важнее цене я никуда не тороплюсь вот здесь какая-то такая энергия то во что вы уже вкладываетесь либо вкладывались ранее вы здесь обдумываете да вот вы никуда не торопитесь вы никуда не спешите поэтому вы от этого отказываетесь потому что есть ощущение того что знаете вот как будто бы вот на это согласились бы люди которые живут более такими мирскими понятиями и ценностями там я не знаю выиграть в лотерею получить там большое наследство либо еще что-то а вы у меня проходите больше такими философами мыслительными да то есть у людей у которых духовные так скажем больше в приоритете в контексте того что он у собой я все не заберу да безусловно комфортно уютная жизнь это хорошо и денег много никогда не бывает но при этом вот есть что-то другое ценное для вас что здесь для вас более ценного того что вам дается потому что то что здесь дается об этом многие мечтают а вы от этого как будто бы отказываетесь от этой радости что для вас ценно для вас и ценно какие-то идеи сама жизнь для вас является ценностью достижения цели то есть вот путь для вас он более ценен нежели конечный результат преодоление вот преодоление каких-то своих страхов сомнений каких-то негативных возможно убеждений постоянно над собой работать что-то усовершенствовать вот для вас вот это имеет большую ценность поэтому видимо в том что вам дается здесь это что может дать радость другим людям вам пока пока это не приносит какой-то радости для чего давайте теперь посмотрим для чего почему мы сказали да здесь другие у вас приоритеты а для чего вы отказываетесь вот для чего вы отказываетесь для чего сейчас секунду ну вот вы как будто бы ждете что получите больше понимаете то есть ситуация она изменится что что-то должно новое войти вашу жизнь что вот как будто бы вот то что дается да у вас уже было когда-то в прошлом вы этого не хотите вы хотите другое другое не всегда значит что это позитивное либо негативное но вам не важно важно что это какой-то вот естественный процесс вашего развития который даст вам какой-то новый опыт вот вам здесь какой-то новый опыт нужен вы ради этого нового опыта и где все это делаете тройка мечей час тройка мечей пятерка мечей вы хотите победить саму себя вот своих каких-то переживаниях то есть возможно вот в этот человек который не убегает от не знаю каких-то негативных эмоций от боли от предательства потому что вот вы как-то вот благодаря вот этим каким-то ситуациям которые для других людей воспринимаются как страдание наказания вы в этом находите свой какой-то смысл с одной стороны можно сказать что какой-то вот мазохизм присутствует но именно вот этот вот в кавычках мазохизм он придает вам как-то вот оттачивает вас ваше качество да то есть как-то вашу душу закаляет и вы становитесь вот именно мудрее то что для вас является ценностью не знаю насколько я вам донесла эту суть да то есть вы вы уже не боитесь идти какие-то трудности вы не боитесь смотреть страхом в глаза потому что вы понимаете что сделав это вы выйдете намного больше выигрыши да то есть вы как-то не знаю в чем-то по и что-то поймете в чем-то разберетесь ваша психика она будет более целостной то есть вот прорабатывая какие-то негативные возможные моменты да это неприятно но вот у вас отношение к этому она иное она не в контексте негатива она в контексте знаете вот этого выражения все что приходит да я это принимаю хорошее ну значит так надо за что-то заслужила негативное тоже хорошо потому что благодаря этому потом придет что-то хорошее то есть вот вас какой-то какая-то такая позиция жизненная и для вас важна сама жизнь а не то какой стороной она к вам повернется вы можете найти плюсы и минусы и там и там и каждый раз наоборот когда вы падаете вы вставая становитесь сильнее и вот для вас вот это вот является ценностью еще для чего вы отказываетесь от радостей ну знаете на самом деле по луне вы и сами не всегда понимаете хотя есть в этом вот какой-то не такой мистический путь для вас возможно да который говорит о том что очищаясь от каких-то иллюзий обманов вы вот я говорю здесь идет эта энергия вы станете вы станете лучше но лучше в контексте не знаю какой-то мудрости да в контексте вот именно закалки себя да то есть как-то более уравновешенные что ли спокойные вот но хотя с другой стороны у вас как будто бы и нету понимания да для чего вот вам вашей жизни вы как будто бы сами притягиваете эти страдания потому что я сказал вот этот мазохизм да в кавычках он все равно у вас присутствует возможно здесь есть тоже какой-то сценарий но знаете вы как это мученик-исследователь да то есть я мне нравится исследовать жизнь да мне нравится там есть на ходить в горы там даст как это боже мой забыл слова не доставать а получать вот какие-то там полезные ископаемые до раскапывать я понимаю что это вот и не погода это трудности это сложности но вот то что я нахожу это намного ценнее потому что мы сможем разобрать эти минералы до полезные ископаемые и сделать из них какой-то вывод ну то есть здесь человек который именно к страданиям и мучениям относится достаточно как-то вот спокойно я не могу сказать что вы свыклись но вот какое-то принятие да в этом присутствует либо у вас какой-то высокий порог болезнь болевой и ну вы как-то более спокойно к этому отреагирую к ну на это реагируете и поэтому здесь еще по луне не всегда вы сами понимаете вообще как вы влипаете вот какие-то такие истории но оглядываясь назад вы понимаете что вот именно благодаря этим историям вы становитесь другим человеком еще для чего вы отказываетесь от радости вот смотрите все какие-то такие тяжелые арканы до десятка мечей смерть луна пятерка мечей тройка мечей то есть вы как будто бы но можно было сказать становитесь умнее да я бы сказала мудрее для чего для того чтобы вот как-то что-то завершить своей жизни чтобы потом наступила намного светлее сторона то есть я я себя лишаю сейчас как будто в беру какую-то аскезу да это будет некомфортно это будет неприятно но я получу то что действительно будет ценным потому что без этих каких-то ограничений лишений я не смогу получить то есть цена того что вы хотите для себя получить она именно вот такая и поэтому вот в этот опыт не все идут да почему потому что ну не хотят себя лишать комфорта уюта вам тоже конечно бы не хотелось вот но вы понимаете вот какую-то не знаю ценность конечного результата то есть вы говорите ладно хорошо я пить перетерплю ладно я как-то вот где-то себя в чем-то ограничил но я получу намного больше и так оно и есть на самом деле да поэтому вот здесь какой-то такой расклад вышел единички не знаю что что у вас тут но могу сказать что другие бы прям ладоши хлопали от того что им дают а вы говорите нет знаете как человек требователь да то есть я могу лучше я могу больше я заслуживаю лучшего я заслуживаю большего что-то такое так позиция номер два красный камешек вроде бы экран у нас посветлее стал потому что у меня закат здесь за окошком смотрим от каких радостей вы сейчас отказываетесь от радости радости побыть собой по радости как-то вот остановки да и погружение в себя то есть от состояния интровертности вы сейчас отказываетесь от общения и от общения тоже скорее всего да то есть вы и в себя как-то погружаетесь никуда я дальше не двигаюсь и с другой стороны вот как-то себя проявить как-то себя показать пообщаться повеселиться вот куда-то так сходить развлечься причем это может быть пикники куда-то какие-то подходы походы да вот не знаю о себе заявить может быть по карьерной ресницы подняться вот это тоже если для вас является радостью да вы от этого отказываетесь еще от каких радостей вы тут отказываетесь ну от взаимодействия возможно с детьми то есть если допустим либо с внуками у кого есть да вот так же от радость не знаю может быть съездить все места в которые вы уже были да и вот вам нравится вам то приятно либо побывать в местах силы либо отказываетесь погружаться вот как-то в свои какие-то воспоминания то есть все что связано с прошлым так или иначе да вот вы но в позитивном ключе вот этого к отказа например там съездить к родителям либо съездить в то место где вы росли либо то куда вам нравится да вот как какое-то место но вы уже там были либо в те места в которых воспоминаний то у вас связано с чем-то таким приятными за может быть в этом месте вам сделали предложение либо может быть в этом месте там вы праздновали свой диплом до либо рождение ребенка либо еще что-то водка вот какие-то такие места то есть здесь как воспоминания вы отказываетесь от своей какой-то памяти либо от того чтобы что-то вспомнить еще от таких радостей вы тут отказываетесь от мечтания от идеи от своей на от каких-то фантазий от желания от стремлений от творческого какого-то состояния такого ну то есть то что вас воодушевляет все что вас вдохновляет от какого-то такого вот внутреннего состояния полета воображения вот от этого всего причем вызывал воображение и в память да и все это в активности то есть вы в это как-то не погружаетесь и плюс ко всему вам нравится побыть собой вот как-то наедине да вот то что я и говорил да побуду сяду вспомню расслаблюсь там что-то по представляя по визуализируя да вот вот от этого как-то вот этих радости вас вы почему-то отказываетесь сейчас а почему почему вы отказываетесь потому что есть работа потому что есть какие-то дела более важные на данном этапе что нужно будет сделать потому что уже как будто нету терпения что ли не хватает может быть времени не хватает может быть как-то ну бытовая жизнь рутина затянула да вот такое ощущение что есть какие-то другие дела которые вот сейчас вас как будто бы отвлекают то есть это может быть и по императрицы да и какая-то забота это может быть не знаю забота о детях материнство вот какие-то праздники но в общем что то здесь вас отвлекает здесь не то чтобы вы как-то осознанно это выбрали просто вас отвлекает еще почему вы отказываетесь ну потому что есть какие-то другие идеи до более важны то есть здесь я просто фокус внимания идет на чем-то другом да то есть вы переключаете свое внимание на что-то более важное для вас почему мы посмотрели а для чего-то для каких целей вы отказываетесь от этого потому что по каким-то понятиям вашим да сейчас вот это вот составляющая то что вас наполняет эмоционально она как будто бы вам связывает руки здесь вот ощущение что вот эта вот энергия 1 она в некоторой степени какая-то незрелая детская инфантильная вот но это вот вроде как побег от реальности да то есть когда ваша реальность вас достает вот тогда вы себе позволяете вот эти вот радости а сейчас как будто бы вот вы вынуждены быть в этой реальности не знаю нравится она вам или нет сейчас вот вы вынуждены и нету возможности как будто бы вот убежать поэтому для чего вы отказываетесь ну потому что нет такой возможности сейчас потому что нужно думать как-то о завтрашнем не о будущем да здесь какие-то задачи вы сейчас более насущие решаете поэтому да здесь какие-то есть другие переживания какие-то другие волнения состояния поэтому сейчас не до этих радостей да вот так я бы сказала причем здесь радость может быть еще и по звезде да какая-то какие-то творческие деятельность какая-то ну то есть там не знаю рисование там нейрографика там пение что связаны с искусством до литературы там походы в театр или еще что-то вот вы как будто бы от этих радостей отказывайте сейчас потому что ну вот нужно быть более приземленной более реалистичны потому что надо решать какие-то важные дела которые отложить сторону нельзя но они имеют отношение к вашему вот прям ближайшему будущему то здесь надо на этом сфокусироваться и это вот прям забирает у вас много энергии так это второй расклад у нас был коротенький вторая позиция все выборы второй расклад позиция и мы переходим позиции номер 3 зелененькому камешку троечки а от каких радостей вы отказываетесь сейчас радость бороться до радость за что-то сражаться отдавать отпор отстаивать свою точку зрения на самом деле вот это вот ваш характер такой знаете боевой уверенного человека да вот я расскажу я покажу докажу и здесь не в негативном ключе да а здесь вот в этом для вас вот в этом противостоянии для вас какая-то очень ну это важная ценность вы в этом видите какую-то ценность то есть знаете здесь человек например там защитник слабых да там покровитель не знаю кого-то да кто может стоять ниже по социальные ступени от вас то есть вы такой как я уже говорил да по третьей позиции справедлитель некий такой судья каратель вот и когда вы идете вот как-то против системы до против каких-то ограничений рамок то есть такое бунтарская такая энергия противостояние когда вы чему-то противостоите и вы верите в это вот это вот ваше все вот здесь вот прям это приносит поэтому вам приносит удовольствие потому что это наполняет вас энергетически вы чувствуете что вы правы что правда на вашей стороне и поэтому за нее нужно бороться да здесь нужно что-то отстаивать вот в таком контексте идет еще от каких радостей вы сейчас отказываетесь ну от радости праздника до четверки жезлов от праздника от отдыха какого-то такого возможно активного возможно от отпуска до кто-то отказывается здесь то есть от каких-то позитивных моментов своей жизни да вы сейчас отказываетесь также от чего вы отказываетесь да какая радость в этом но здесь вот какое-то кризисное такое состояние то есть как будто бы отказываетесь от каких-то привязок до от некой такой стабильности именно физическом материальном плане вы отказываетесь то есть но вы идете дальше вы идете в развитие то есть в идеале было бы посидеть вот какой-то своей зоне комфорта да удобный понятный вот и это было для вас было радостно но сейчас вы как будто бы вот вынуждены разрушить вот эту вот свою стабильность к которой вы привыкли и идти дальше вот здесь по пятерке пентакли такой посыл идет еще от каких радостей вы отказываетесь от радости невозможности что-то выбрать да знаете вот когда ну не надо ничего выбирать вот когда не знаю не нужно в чем-то себя ограничивать да вот здесь вот какие-то фантазии мечты иллюзорность вот вот это вот вам дает какую-то как это здесь душевное что ли удовлетворение то есть вы с одной стороны понимаете что это самообман вы четко это чувствуете но с другой стороны вы как-то это знаете как как сладенькая да либо какая-то ну нехорошая еда не хорошая в контексте вредная вот вы понимаете что это вредная но она все-таки приятная да то есть там ну либо какая-то привычка да там понимаете что курить не очень хорошо да там я не знаю много и жирной еды и мучно вы это все знаете прекрасно вы себе позволяете потому что все-таки это приятно да как бы мы не говорили что сладости всевозможные вредные но они же такие вкусные вот и отказываться от этого вот прям ну не очень-то хочется а здесь у вас какой-то такой этап что вдруг как-то не отрезвели как это правильно сказать как как будто увидели реальность да не пробудились а как-то какой-то слово такое я не помню уже сейчас прозрели вот здесь вы как будто бы прозрели и и понимаете что вот все что я люблю все что мне здесь нравится все что комфортно это не всегда полезно для меня и вы как будто выбираете я не знаю какой-то здоровый образ жизни условно говоря да выбираете идти против того что когда-то вас радовало даже не когда-то вас это и сейчас радует но вы как будто бы себя ограничиваете в этом понимая что ну так надо так правильно здесь какая-то такая энергия идет еще от каких радости вы себя отказываете по шпиндаклей вот от каких-то ценностей вот что-то для вас важно да здесь сцена ну правда это не имеет такую большую ценность может быть вы себя ограничиваете отказываетесь от каких-то подарок от какого-то внимание может быть от какого-то обучения то здесь есть какая-то ценность но это ценность она не такая большая для вас вот и вы можете отказаться от этого то есть одной стороны вы так знаете как-то представлять того чего вы знаете что не бой да там мечтать фантазировать вы знаете что в реальности этого не будет но как говорится мечтать никто не запретил да то есть вот уходить вот в какие-то вот эти вот иллюзии самообманы какие-то вот удовольствия да по жизни вы понимаете что это приятно но я от этого отказываюсь потому что здесь наверное что-то более ценное для вас будет ну давайте посмотрим почему почему вы отказываетесь от этого всего потому что вы приняли решение что-то изменить своей жизни до стать абсолютно другим человеком то есть допустим королева жезлов да я отказываюсь от какой-то мечты либо фантазии там я не знаю например то что я сказала от еды есть обычное на почему потому что одну это будет заметно на моей фигуре я то есть будет все равно откладываться этот жирок поэтому я выбираю более здоровый образ жизни и здоровое какое-то питание потому что я решила для себя что допустим я хочу делать ну либо мне надо в силу моей деятельности до делать какие-то фотографии а я на фотографиях выхожу толстая мне это не нравится поэтому я принимаю решение что вот я отказываюсь на эти булочки они вкусные да эти шоколадки они вкусные но вот как говорится красота требует жертв не случайно это выражение было да и здесь допустим человек принимает решение что да я теперь буду на виду я теперь буду заметно значит ей должна выглядеть аналогично либо да мне удобно комфортно там я не знаю в трениках ходить до в леггинса ходить не знаю джинсы ходить элементарно а тут меня приняли на работе где пока на работу где по королеве жезлов да я буду на виду вот и но я не могу приходить на работу в таком виде да мне все равно нужно как-то одеваться там дресс-код более такой женственный там я не знаю юбка карандаш и каблуки вы сидите думаете да я всю жизнь кров в кроссах проходила либо в кедах а мне так комфортно мне так удобнее а тут мне от этого придется отказываться вот от этой радости потому что на работе вот такой вот дресс-код вот по королеве жезлов да либо я привыкла иногда как говорится легким французским до разговаривать а тут надо следить за речью надо следить за следить за базарное что на жаргоне говоря что я говорю и как я себя преподношу то есть здесь какие-то такие моменты вот еще почему вы от этого всего отказываетесь ну потому что пришло время потому что появились какие-то новые возможности и вы хотите ухватиться за эти возможности потому что пришло время распрощаться с чем вы тут распрощались с какими-то своими эмоциями да то есть и ну и в том числе состояниями что это за состояние например состояние одиночества там я не знаю нашли себе пару и вы вынуждены при взаимодействии с другим человеком так как-то идти на уступки то есть вы уже не можете допустим вот вам нравилось спать до обеда а здесь нет а здесь уже есть человек который идет на работу и ну хочется сделать приятное человеку вы просыпаетесь утром для того чтобы там приготовить ему завтра пока он пойдет там на работу до либо с собой что-то взять то есть вы как-то вот себя лишаете еще от каких радостей вы отказываете нет почему почему да либо здесь появился какой-то дар какая-то способность и вы понимаете например вас открылся дар и вам для этого нужна энергия вы уже энергию свою не можете сливать там я не знаю отдавая людям просто тогда вы понимаете что либо я утрачу дар ну либо какой-то свою способность до либо я научусь выстраивать правильный верный энергообмен то есть либо я условно говоря делаю расклады за цену столько сколько я стою либо потом не это будет по здоровью бить зачем мне это нужно да то есть я лучше научусь озвучивать ту цену которую я стою потому что ну так правильное для меня потому что болеть и быть опустошенной я не очень то и хочу то есть вот здесь такие моменты тоже могут быть еще почему потому что вот я говорю десятка пендаклей здесь я был какой-то пересмотр ценности то есть в общем я могу сказать что вы так вот как вышел расклад да выпал расклад здесь речь идет о том что вы поменялись вы поменялись вы отказываетесь как будто бы как это сказать правильно от холостой жизни до полный удовольствие и наслаждение во имя того что для вас более ценное более значимое но при этом вам приходится меняться да здесь вот какие-то притирки тоже могут быть да то есть надо как-то уйти на уступки на договоренности в чем-то вот для чего а для теперь посмотрим сначала посмотрели почему вы это делаете да а теперь смотрим для чего вы отказываетесь для того чтобы быть вот в ресурсном своем состоянии да для того чтобы находиться в золотой середине то что здесь я сказала про профессиональную сферу условно говоря здесь вот это вот прям тоже очень хорошо и ярко отслеживается то есть вам важно быть здоровой вам важно быть ресурсный наполненный вам важно не знаю может быть кому-то выздороветь да и вы понимаете что ну врач сказал надо вот такой более активный образ жизни а вы привыкли там я не знаю на машине поехал но также быстрее и удобнее вам говорят нет нет ножками туда-сюда 10000 туда и желательно 10000 обратно что поделать да если надо значит надо здесь такой момент еще для чего ну потому что что-то новое вам здесь было предложено выйти то есть возможно то что вы искали какое-то долгое время либо хотели ну допустим это вот какая-то работа да и ради этого вам приходится лишать себя того что я хотела да еще для чего здесь какое-то предложение на но потому что так правильно здесь приложение изменить себя то есть общая суть принципе карты здесь повторяются больше потаскивать не буду говорят о том что вам здесь предлагается изменить себя изменить свой характер то есть здесь это какой-то естественный процесс это не то что внезапно вы проснулись либо там башня ударила к вам пришло прозрение что вот надо себя менять нет это было как-то вот ну само собой разумеющийся то есть рано или поздно вы бы к этому пришли вот просто сейчас наступил этот момент перемен и вы его проживаете как-то так вот такой меня вышел сегодня расклад жду вас в пятницу в разделе сообщества в пятницу будет анонс на близконсультации пока не знаю какие вопросы поэтому озвучивать не могу благодарю вас всех что вы остаетесь со мной что смотрите меня оставите лайки комментируете я не случайно говорю что остаетесь со мной потому что такие темы которые я выкладываю последнее время они мне близки по моему мировоззрению по моему духу и они не совсем интересные дата большому количеству людей поэтому остается не так много людей и не так много просмотров но этому есть разные объяснения вот ну они не столь важны мне на данном этапе вот важно что если вы посмотрели все значит все окей значит все нормально значит мы идем дальше движемся в направлении самопознания вот кто не хочет смотреть его право не без никаких либо претензий важно чтобы с вами развивались все прощаюсь с вами до пятницы всем пока пока